Привет, друзья! На связи ITDoc. До представления операционной системы iOS 17 еще несколько месяцев. Apple активно работает над новым программным обеспечением. И мне удалось узнать очень интересную информацию о iOS 17, которую готов с вами сегодня поделиться. Так то ж, смотрите это видео до конца. А если вы хотите быть в курсе всего происходящего в мире Apple, тогда обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и поехали! Да, друзья, заходите в наш телеграм-канал. Ссылку сможете найти в описании под видео. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе обои, которые, вероятнее всего, будут представлены вместе с iOS 17. Купертиновцы сейчас много внимания уделяют гарнитуре AR VR, которая будет выпущена в этом году и ее операционной системе XR OS. В связи с этим iOS 17 уделяется меньше внимания. Таким образом, в iOS 17 будет меньше серьезных изменений, чем Apple изначально планировала. Но есть несколько прикольных фишек iOS 17, из-за которых вы точно захотите обновляться. И первая особенность iOS 17 – поддержка гарнитуры смешанной реальности. Гарнитура Apple AR VR будет функционировать сама по себе и будет иметь свой собственный магазин приложений. Но, вероятно, будет некоторый уровень интеграции между гарнитурой и iPhone. Следующая фишка iOS 17 – обновление CarPlay. Новый интерфейс CarPlay будет иметь более глубокую интеграцию с автомобилем, позволяя управлять такими функциями, как громкость и радио через CarPlay. Купертиновцы также планируют добавить виджеты и поддержку нескольких дисплеев. Первые автомобили с интеграцией CarPlay следующего поколения должны появиться в конце этого года. Ну что же, время покажет. В iOS 17 обещают, наконец, обновить иконки. Если честно, то да, хочется чего-то принципиально нового. И разработчики планируют порадовать не только обновленным дизайном, но и логикой взаимодействия с интерфейсом. Теперь не придется отдельно настраивать экран блокировки и главный экран. В новой версии можно будет сохранять настройки иконок и менять их одним действием. А возможно даже делиться настройками с друзьями. И, наконец, в iOS 17 Apple планирует добавить поддержку сторонних мазинов приложений. Но вместе с ними будет вынуждена внести изменения в безопасность системы. То есть iOS станет еще более открытой для пользователей и разработчиков, но при этом останется надежной. Интересно, не правда ли? Предварительно iOS 17 будет представлен на Всемирной конференции разработчиков в июне этого года. После этого она будет доступна разработчикам. Ну и после бета-тестирования в сентябре новая iOS 17 будет запущена вместе с новым iPhone. Вот такая она новая прошивка. А чего бы вам хотелось увидеть в новой iOS 17? Делитесь своими предложениями в комментариях. Пожалуй, на этом все. Жмем на колокольчик, ставим лайк. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok